Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок, садоводы и огородники. Меня зовут Русский Хован. Сегодня мы поговорим с вами о том, что же делать, если вы немножко опоздали со сроками посева тех или иных семян. Особенно актуально это сейчас для любителей сладкого и острого перца. Потому что сроки посева, как правило, этой культуры пораньше, чем сроки посева томата, оптимальными сроками посева томата являются 20 числа марта. Света уже много, особенно ранние сорта прекрасно успевают дать крепкую хорошую рассаду, которая еще не переросла и вполне пригодна для пересадки. Поздние спелые сорта также будут находиться в хорошем состоянии. Меньше гораздо денег придется тратить на подсветку и на беспокойство о создании благоприятных условий для роста и развития рассады. А вот большинство сортов сладкого перца требуют более ранних сроков посева. Многие беспокоятся, если они упустят эти сроки. Рассада будет маленькая, растения будут развиваться очень медленно и они могут остаться без урожая. Поэтому очень популярны различные методы ускорения прорастания семян. Скорость прорастания семян всецело зависит, с одной стороны, от биологии этих самых семян и от качества семян. Если семечко слабое, хилое, в нем мало запасных веществ, оно будет прорастать медленно. Если оно полно развито, от хорошего поставщика оно прорастет в нормальные сроки. Вообще физиология прорастания семян это целая научная дисциплина, часть растеневодческой науки. По ней написаны огромные книги, толстые книги, которые изучают все те, кто связан с проращиванием семян. Специалисты семенных инспекций, отраслевых институтов и так далее. Зачастую на просторах интернета можно услышать различные, ну не то чтобы опасные, но иногда даже комичные в своей изощренности способы ускорения прорастания семян. То их мочат в кипятке и холодной воде, то их надрезают, то делают еще с ними что-то для того, чтобы они проросли быстрее. Однако, как-то мало кто задумывается о том, что нет нужды ускорять прорастание семян. Прорастание семян должно быть очень гармоничным, можно с успехом ускорить рост самих проростков. Таким образом, ускорить прохождение различных фаз, и не просто ускорить прохождение фаз, а сделать эти фазы достаточно хорошо, полновесно пройденными, для того, чтобы растение накопило достаточное количество питательных веществ, чтобы оно сформировало нормальный корень, чтобы оно сформировало нормальные листья, но в то же время это сделало в несколько более сокращенные сроки, чем при обычном традиционном выращивании. Процесс прорастания семян является очень сложным физиологическим процессом. В нем все должно быть гармонизировано. Конечно, можно насильно заставить семечко прорасти быстрее. Ну, например, дать ему больше воды. Для этого существуют различные методы, например, скарификации с тем, чтобы сделать повреждения на оболочке семян. И таким образом, вода лучше хлынула туда, и семена проросли. Это необходимо делать только в отношении тех видов растений, семена которых физиологически прорастают медленно и приспособлены к тому, чтобы несколько лет храниться в земле без прорастания. Природа придумала такой механизм для того, чтобы все высыпавшиеся семена не проросли одновременно и не давали конкуренцию друг другу. Это многие декоративные растения, кустарники, лесные растения. Вот если нам надо, чтобы они проросли быстрее, надо наносить повреждения на поверхность семян. В то же время большинство овощных растений, таких как томаты, перцы, баклажаны, капуста, огурец, тыква и многие другие, не обладают такой способностью. Их покой является не таким глубоким, чтобы наносить повреждения на кожуру и вызывать таким образом какие-то ускоренные прорастания. Конечно, бывает это необходимо сделать, когда семечко само по себе слабое. Кожура у перца зачастую бывает толстая. И малый, слабо накопленный эндосперм и слабо накопленные запасные вещества в семидолях не позволяют в должной мере вот этому корешочку пробиться через эту кожуру. Но для этого существуют хорошие химические методы без какого-то специального повреждения семян. Они сочетают в себе и дезинфекцию, и одновременно такую химическую скорификацию. Это такой традиционный способ для ускорения прорастания семян именно в части разрушения поверхности оболочки семян с использованием марганцовки, уксусной кислоты и перекиси водорода. В этом случае выделяется много активного кислорода, который и отвечает за вот это размягчение оболочки. Во всех остальных случаях танцы с бубнами являются нежелательными. Если ваши семена не прорастают, и вам надо этим способом ускорить их прорастание, это просто означает, что семена ваши некачественные. И вопрос, надо ли вообще вам использовать подобного рода семена. А вот если вы опоздали с посадкой перца, то в этом случае, ну или в других культур на рассаду, в этом случае вам подойдут методы ускорения развития рассады. Это совсем другое. Это хорошие физиологичные методы, в отличие от ускорения прорастания семян, когда не успевают нормально сформироваться в семечке аминокислоты, когда не успевает нормально разрушиться крахмал, когда все эти методы ускорения направлены, именно прорастание семян, на нарушение физиологии. Когда мы подкармливаем будильником аминокислотами извне, витаминами извне, это хорошо, мы даем семечку те вещества, которых внутри может оказаться мало. Мы его будем. А вот когда мы их механически разрушаем, когда мы в кипяток и в холодную воду опускаем, все это нарушает нормальную физиологию. Многие радуются, что корешочки уже выросли. Однако такие растения хорошего урожая могут и не дать, потому что физиология прорастания семян нарушена. Что же касается ускорения развития семян проростков, в этом мы доки и имеем очень-очень много хороших методов, которые мы уже рассказывали на канале про цветок и которыми я с вами поделюсь. Некоторые из них вас удивят. Начну я с наиболее физиологичных методов ускорения развития проростков для того, чтобы получить как можно более крепкую, рослую, с хорошим накоплением питательных веществ рассаду. Это, конечно же, линейка препаратов, среди которых наиболее сильным стимулирующим действием отличается стимул и также препарат, который называется гулливер. Вот здесь вы можете видеть разницу между проростками огурца. Очень многие эксперименты по ускорению прорастания, по ускорению развития проростков, по влиянию на семена делаются на быстро растущих культурах, быстро растающих, в частности, на огурце. Вы можете видеть, насколько проростки, обработанные гулливером по инструкции, но они просто замочены в растворе 1 к 100, насколько они отличаются от проростков. Это те же самые абсолютно семена, абсолютно из той же самой партии, из той же пачки, в том же количестве выложены. И вот насколько они отличаются. Здесь уже семидольки разошлись, уже в серединке здесь показались настоящие листочки, здесь только-только все просыпается. Смотрите, насколько большая разница в объеме корневой системы. Здесь корневая система, ну, скажем, нормальная, а здесь она, конечно, гораздо, гораздо, гораздо лучше развита. Да, вот можете это все убедиться сами. Это работа препарата гулливер. Точно так же работает препарат стимул. За счет чего они работают? Они работают за счет дружественности тех бактерий, которые в них содержатся, и веществ, которые эти бактерии выделяют. Растения и бактерии находятся многие миллионы лет в содружестве, приспособились друг к другу, приспособились помогать друг другу. Именно эта природная функция эксплуатируется во всех этих препаратах. Препарат бактоген и препарат максимун. Бактоген и максимун тоже вполне способны ускорять развитие молодых растений, не только молодых, поэтому их тоже с успехом можно использовать в разведении 1 к 100. Некоторые семена при всем том требуют особых подходов для того, чтобы они получили нормальное физиологическое окружение для их хорошего прорастания. Потому что условия простой водопроводной воды, или талой воды, или еще какой-то воды, это не совсем те условия, в которых семена прорастают физиологично. Ведь они прорастают в почве, в почвенном растворе. И концентрация солей в этом растворе, в котором они должны прорастать, должна быть немножко повыше. Большинство растений не реагирует на вот эту разницу в концентрации минеральных солей в растворе, в котором они прорастают. И прорастают одинаково хорошо и в почве, и в чашечке Петри, на ложе, на тряпочки, на сице кусочки, на чем угодно, на салфетки, на чем вы их проращиваете. В некоторых случаях прорастание семян в почве оказывается лучше, чем в чашках Петри, банках или еще в чем-то, в чем вы проращиваете их дома. К одним из таких культур как раз и относится перец. Для того, чтобы перцу создать физиологические условия для хорошего прорастания семян, не ускорение прорастания, а нормальные физиологические условия для его прорастания. Ему необходимо, во-первых, повышенная концентрация минеральных солей в растворе, которым он заливается, и, во-вторых, ему необходима определенная температура. Именно эти два фактора являются наиболее решающими для успеха проращивания семян перца. Особенно туго всхожих, которые полежали или немножко ослаблены. Для того, чтобы создать физиологичную концентрацию солей, минеральных солей в растворе, которым заливаются семена, необходимо взять 1 литр обыкновенной водопроводной воды и калиевую селитру или калийную селитру. Взять нужно этой калийной селитры на литр обыкновенной водопроводной воды, но можно отстоять, можно вскипятить, можно взять снеговую, это все хорошо. Нужно взять 2 грамма. 2 грамма – это где-то 1 треть стандартной чайной ложки. Вот примерно такое количество. Засыпать. И этого, в принципе, уже достаточно для того, чтобы увлажнить наше ложе, на котором мы будем проращивать семена. И вот на эту концентрацию солей как раз очень хорошо среагирует перчик. Затем увлажнить наше ложе так, чтобы вода не была лишняя здесь. Можно остаточки воды слить назад. Этот раствор можно использовать для полива уже другой рассады, который у вас есть. Может, вы в декабре что-то сеяли. Для полива комнатных растений. Дополнительная азотная подкормка. И затем на поверхность этого ложа разложить равномерненько семена. Я не буду сейчас раскладывать. Потом это сделаю в более спокойной, физиологичной обстановке. Но как бы там ни было, сюда надо разложить семена, накрыть чем-то для того, чтобы создать здесь влажную камеру и поставить в теплое место. Перец очень хорошо прорастает, если дневная температура у него примерно 30 градусов, а ночная температура 20 градусов. Это вполне физиологичное состояние отражает ситуацию смены дня и ночи. Вот этот перепад температуры очень-очень стимулирует нормальную физиологию семян перца. И он пробьет вам любой толщины семенные оболочки. Именно такое чередование 30 градусов днем и 20 градусов ночью позволит вам получить самые лучшие и самые дружные всходы. И это касается как проращивания в почве, так и проращивания в растворе, на вот этом растворе нитрата калия, калевой селитры. Это очень-очень хорошая штука. Пожалуй, больше ничего колдовать с перцами можно не колдовать, ну, для того, чтобы из нормальных, нормально развитых семян, не ослабленных, не старых, получить хорошие проростки. И еще один способ есть, который позволяет очень ускорить процессы внутри семян, который будет достаточно физиологичен и очень полезен для многих семян. Вот такой способ очень подходит и для базилика, и для томата, и для баклажана, и для многих-многих других растений. Но вот этих в особенности хорошо подходит. Есть одно лекарство, которое в основном потребляют пожилые люди, а спортсменам его уже употреблять нельзя. Лекарство это называется мельдоний. Ну, оно продается под разными наименованиями, однако же, ну, наиболее распространенное название его мельдоний. Его пьют в целях укрепления сердца, когда у пожилых людей особенно уже возникает слабость, вялость, тяжело ходить, трудно вставать там и так далее. Вот принимают это лекарство по назначению врача. Спортсмены его принимали в качестве допинга. Сейчас им это запрещено. Так вот, любопытно, что мельдоний изначально в Советском Союзе, в Прибалтике изобретался в том числе как регулятор роста растений. И его регулирующая роль заключается в том числе в ускорении развития растений на разных стадиях развития, в том числе на уровне проростков. Для того, чтобы приготовить такой стимулирующий раствор, вам нужно взять мельдоний в дозе 500 мг капсулы, взять эту капсулку и растворить в одном литре воды. И таким вот ровымешать все как следует. У вас может появиться нерастворимая часть, потому что наполнитель там будет обязательно, поэтому не все содержимое растворится. Это не страшно. Растворяется он довольно быстро и хорошо. И вот такой вот раствор также годится, как для увлажнения ложа для проращивания семян, так и для пролива рассады, пролива свежепосеянных семян и пролива рассады с целью ускорения ее развития. Это самая замечательная первая подкормка рассады, когда только семидольные листочки вылезли, и надо ее защитить от черной ножки с помощью специальных методов, о которых мы говорим на канале тоже, и ускорить ее развитие, в том числе с целью прохождения, быстрого прохождения уязвимых фаз, когда рассада уязвима для черной ножки. Таким образом вы можете сделать, так сказать, баковую смесь из нитрата калия 2 грамма на 1 литр воды, из мельдония, сюда можно добавить 500 миллиграмм капсулу на 1 литр воды. Вы также можете использовать любой из этих бактериальных препаратов, а также секретный компонент, который помогает защитить рассаду от черной ножки. Смотрите его в другом нашем видео. И вот такой вот коктейль как раз будет очень хорошим ускорителем развития рассады, как при проращивании, так и для ее дальнейшего развития. Вот здесь вот в баночках я как раз использовал воду обыкновенную и воду с мельдонием, и вы можете видеть, насколько мельдоний делает более дружными сходы. Это вот одно и то же количество семян, абсолютно одни и те же семена из одной и той же упаковки. Вот здесь взошли практически 100% семян. Здесь семена некоторые взошли быстро, некоторые задержались только-только всходят, то есть недружные всходы были не очень хорошего качества семена. Однако же вот с помощью мельдония мы их гармонизировали, их всходы, и всхожесть стала гораздо-гораздо выше. Мы дали им, как нашему сердцу с помощью мельдония, энергетический заряд бодрости. Используйте это средство, даже если вы опоздали со сроками посева позднеспелых сортов или цветов, которые требуют раннего посева, или каких-то еще растений, для которых сроки являются ранними. Между прочим, этот метод, вот этот метод ускорения позволяет в значительной степени сэкономить на электричестве и на подсветке. Вы можете сместить сроки посева ваших семян по крайней мере на две недели позже, а это же уже солидное приращение светового дня, и таким образом сэкономить на подсветке, добившись тех же, а то и более лучших результатов, если посевы проводятся в традиционные сроки, без использования и вот этих препаратов, и того коктейля, о котором я вам сейчас рассказал. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что я вам полезен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok